Музыка Здравствуйте дорогие друзья, подписчики и случайные зрители. Как вы уже поняли, из названия этого видео речь пойдет о разведении Данио. Это видео является продолжением цикла выпусков «Все о Данио». Для тех, кто не смотрел первый выпуск, обязательно посмотрите, он назывался «Виды Данио» и в дальнейшем будут рассмотрены темы о кормлении и содержании этих рыб. После чего все выпуски объединю в одно видео для удобства хранения информации в социальных сетях и группах. Ну что ж, давайте начнем. Как правило, Данио не заводят по одной особи, а берут сразу стайку и в стайке однозначно будут и самцы, и самки. Но бывает и иначе. Скажу сразу, что у совсем молоденьких Данио отличить самца от самки практически невозможно. Но пройдет время, и вы заметите, что у Данио округлился живот. Это и есть самка. В отличие от самки, самец угловат и симметрией тела и гораздо стройней. Помимо этого, в период нереста у самца Данио Реррио горизонтальные полоски, если они есть, намного ярче, чем у самки. Еще один способ – это присмотреться к канальным плавникам рыбок. У самца гоноподий заостренный, короткий, а у самки анальный плавник округлый и визуально крупней. Часто аквариумисты спешат попробовать получить потомство от этих рыб и совсем молоденьких пытаются отнерестить. Учтите, что рыбки готовы к размножению не сразу после рождения, а примерно через 80, а иногда и 100 дней жизни. Иногда, чтобы приблизительно определить возраст рыбки, аквариумисты прибегают к замеру длины тела. Метод, повторюсь, неточный, но многие им пользуются. Так, например, самки достигают полувозрелости при длине тела в 2,5 см, а самцы чуть меньше 2,3 см. Как вы можете наблюдать на своих экранах, на данный момент у меня две самки – оранжевая и зеленая с белым. Зеленая чуть меньше самцов, но это потому, что она совсем молоденькая, а самцам уже почти год. У них явно выделенные полосы на теле синим отливом. Каких расцветок будет потомство, предсказать невозможно, но мы с вами это увидим в других видео. Конечно, к нересту любой рыбки нужно подготовиться, но обычно трудностей с размножением у этих рыб не возникает. Способов получить малька очень много. Более того, они могут отнереститься даже в общем аквариуме. Но наша основная задача – сохранить малька. Дело в том, что родители из Данио никакие, и они с удовольствием поедят свое потомство. Соответственно, в общем аквариуме мальков сохранить практически невозможно. Единственное, что может помочь, это если всех рыб пересадить из общего аквариума. Но далеко не у всех есть такая возможность. Поэтому готовим нерестовик. Замечу, что многие аквариумисты заранее готовят самцов и самок. Рассаживают их по разным аквариумам и обильно кормят живыми и замороженными кормами. Но зачастую делать это не обязательно. В моем случае самки набрали икру в общем аквариуме. Объем нерестилища может быть разный. В первую очередь, все зависит от количества будущих родителей. Если это стайка из 15-20 особей, то лучшим вариантом будет аквариум от 20 литров. Если это несколько рыбок, то можно использовать объемы поменьше. Некоторые нерестят донюшек вообще в 3-х литровых банках и достаточно успешно. У меня сейчас 2 самца и 2 самки. И для них я подготовил маленький аквариум в 5 литров. Следующим этапом необходимо подготовить дно нерестилища. Есть 2 основные варианты. Это сетка или камни. В этом видео я буду использовать сетку. В следующем видео будем нерестить на камнях. Но заранее скажу, что нерестить сеткой на мой взгляд намного удобнее. Обычно я делаю каркас для сетки, а не просто устанавливаю сетку на дно. Каркас можно сделать из всего, что есть под рукой. Пластиковые рамки, дерево или вообще из проволоки. Это особо важной роли не играет. Соответственно каркас делаем по размеру аквариума так, чтобы между стеклом и каркасом не оставалось пространства. В противном случае рыбки проникнут под каркас и съедят всю икру. На крайний случай, если щели остались даже совсем маленькие, разместите в них камни или неприхотливые растения, например, роголисник. Между сеткой и дном аквариума должно оставаться пространство хотя бы 2-3 сантиметра. В некоторых случаях устанавливают обогреватель для поддержания оптимальной температуры. Я его устанавливать не буду. Фильтр я тоже устанавливать не буду. Но многие пытаются его туда влепить. На ваше усмотрение. Но учитывайте, что уровень воды в нерестовике должен быть не более 15 сантиметров, лучше меньше. Я обычно заполняю нерестовик до 10 сантиметров. Единственное, что действительно необходимо, это компрессор. Стоит сказать и о воде. Обычно делаю подмену воды в основном аквариуме, после чего беру для нерестовика воду из основного аквариума. Некоторые отдельно отстаивают воду для нерестовика. Опять же, каждый сам вправе решать, как ему лучше сделать. После этого, можно сказать, что нерестовик готов. Теперь еще один важный момент. В нерестовик Данюшек пересаживают вечером. Сам нерест начинается с первыми лучами солнца. Лучше всего в тот день, когда вы решите пересадить производителей в нерестовый аквариум не кормить рыб. Волноваться, что они умрут с голода, не стоит. Один день потерпят, не умрут. Это делается для того, чтобы как можно меньше было твердых отходов, которые в итоге будут лежать рядом с икрой, портить воду и провоцировать грибок, который может загубить всю икру. Желательно дня за три до того, как вы начнете пытаться разводить Даню, завести инфузорию туфельку. Неоднократно говорил о том, как это сделать с помощью банановой кожуры и воды из аквариума. Если вы что-то пропустили, обязательно посмотрите об этом видео на канале Пар. Теперь пересаживаем готовых к размножению самок и самцов в нерестилище. Температуру воды в аквариуме в этот момент лучше всего поддерживать, чтобы она не была меньше 26 градусов. Обязательно понаблюдайте, чтобы рыбки не проникли под сетку. После этого выключаем свет. Уточню, что в комнате, где находится нерестовик, должно быть окно. При этом его не нужно прятать за шторку, рыбки должны видеть рассвет. Именно это в первую очередь их подталкивает к нересту. Если все хорошо, то уже утром вы обнаружите в нерестовике под сеткой икру, а может быть и сможете понаблюдать за процессом. Увидеть, как самцы гоняют самок, а те метают икру. Процесс икрометания длится обычно около часа. За это время самка успевает отложить примерно 200 икринок. Они медленно опускаются на дно и проваливаются под сетку. Сразу после этого производителей удаляют. После нереста округлость в животе самок заметно спадает, но более подробно об этом мы поговорим чуть позже. Если вы икру под сеткой не обнаружили, не расстраивайтесь, дайте им посидеть в нерестовике еще пару дней. Если по прошествии двух дней нерест так и не состоялся, рыб пересаживают в общий аквариум. Конечно, через недельку-другую нужно пробовать еще раз отневестить. Если очередной раз ничего не получится, возможно рыбки еще не готовы, слишком молоды. Но есть еще один вариант, и не самый хороший. Так называемая киста. Если вы всегда следите за выпусками на канале Пар, то наверняка помните, как и где я купил именно этих Данио. Самки изначально были с брюшком, но отнерестить их времени совсем не было. Однажды они отнерестились прямо в общем аквариуме. Но я веду к тому, что если самку с брюшком не нерестить, она может закистоваться. Самка с полным брюшком, но не может отметать икру. Это на самом деле проблема, которой многие аквариумисты заниматься не хотят. Есть целый ряд причин, которые могут к этому привести. Например, вялые самцы или плохие условия содержания. В общем, наверное, воля судьбы одна из самок отнерестилась, а вторая с кистой. Если самки закистовались, икру необходимо аккуратно выдавливать до тех пор, пока получается. Но велик риск погубить рыбку. Некоторые сажают на голодовку примерно на 10 дней. Надеюсь, что икра рассосется. После удачного выдавливания, самки вновь могут нереститься. Важно не перепутать самку, которая закистовалась, с болезнью рыб, например, с водянкой. Немаловажен и уход за икрой. После нереста, это, пожалуй, самый важный этап. Мы специально не кормили рыб, чтобы как можно меньше было твердых отходов. То есть, по сути, этап ухода за икрой у нас начался еще до ее появления. Зачем вообще за ней ухаживать? Дело в том, что на икре почти всегда появляется грибок. Он выглядит как белый пушистый налет и называется бисус. На появление грибка, конечно, влияет не только твердые отходы родителей, но и множество других факторов. Например, плохое качество воды или неплодотворенная икра. В этот раз я нарочно не проводил никакой профилактики для того, чтобы в следующем видео, посвященному разведению даньо, показать разницу и решить, нужно ли вообще проводить профилактические действия и насколько они увеличивают выживаемость малька и икры. Как вы можете видеть, грибок, естественно, появился и на нашей икре. Бояться этого не стоит. Важно избежать дальнейшего распространения грибка, иначе он может погубить вообще всю икру. В качестве помощников я закинул в нерестовик креветок черри. Они и грибок подъедят, и частично пойдет погибшую икру, оставляя хорошие икринки. Но полагаться только на помощь креветок нельзя. Необходимо и нам поработать руками. Погибшую икру необходимо осторожно удалить из аквариума. Для этого можно использовать кисточку, как я, или пинцет. Учитывайте, что к погибшей икре могут приклеиваться и здоровые икринки. Поэтому действуйте аккуратно и будьте внимательны. Субтитры создавал DimaTorzok Аэрация воды должна быть постоянно. Не забывайте о том, что со дна нерестовика необходимо убирать отходы жизнедеятельности креветок, если вы их, конечно, используете. Как правило, уход за икрой недолг. Многое зависит от температуры воды. В нашем случае на третий день некоторые личинки проклюнулись, а на четвертой икры не осталось, и аквариум кишил личинками. Личинки еще очень слабые и почти все время лежат. В это время не нужно пытаться их кормить. Они питаются за счет желточного мешка. На пятый день некоторые из них поплыли. Наверняка это те самые, которые первыми появились. Но даже сейчас я решил их не подкармливать. Единственное, что я сделал, это убрал креветок. Они тут больше не нужны. Убрал мусор со дна и сделал подмену воды. При подменах очень важно, чтобы температура воды была одинаковой. На шестой день все метались по аквариуму. Можно попробовать дать им немного корма. В качестве первого корма я дал самый обычный вареный желток. Как правило, используют куриный или перепелиный. Отломал небольшой кусочек, размял его в воде и набрал через шприц. Понемногу вливаем в нерестовик. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь это уже не личинки, а самые настоящие мальки. У них больше нет желточного мешка и они ищут пищу. Не обязательно давать только желток. Желток можно давать инфузорию. Сейчас, когда мы их стали кормить, важно следить, чтобы вода не испортилась от осадков пищи. Желток сильно портит воду. В качестве помощника в уборке я использую улиток. В данном случае ампулярию. Также в нерестовике желательно разместить любые неприхотливые растения, которые помогут нам избавиться от вредных веществ. Однако нам все равно необходимо убираться в нерестовике и делать подмены воды. Кормить инфузорией и желтком я буду примерно 10 дней. Сейчас на ваших экранах мальки, которые еще 10 дней назад были икрой. 6 дней назад они поплыли. То есть еще 4 дня они будут есть все то же самое. После чего можно давать живую пыль еще примерно 10 дней. И только после этого в их рацион вводят артемию, циклопов и пробуют давать промышленные корма для мальков. Те, кто занимается разведением Данио постоянно, рассаживают мальков по разным аквариумам, так как они растут неравномерно. Но я этого делать не буду. Последний важный момент. После нереста в большинстве своем через 7-10 дней необходимо еще раз провести повторный нерест. Чем я и займусь. Если этого не сделать, то икра перезревает, и мальки с нее уже не выведутся. Могут начаться проблемы, как с одной из моих самочек. Впереди нас ждет второй вариант разведения, то есть без сетки. А также мы проведем профилактическую подготовку воды. Сравним оба варианта разведения и сделаем выводы. Помимо этого поговорим об особенностях в уходе и содержании подрастающих мальков. И вы, конечно, увидите, как к тому времени подрастут мальки, за которыми вы сейчас наблюдали. Спасибо вам за внимание. Если вы считаете это видео полезным, обязательно дайте знать своим лайком. До новых встреч в новых видео на канале Пар. Субтитры подогнал «Симон»